Не стоит выбрасывать остатки старого хлеба, ведь из них можно приготовить очень вкусную и быструю пиццу. В Турции очень распространен рецепт пиццы из старого хлеба. И первым этапом приготовления этого блюда является поломка хлеба на небольшие кусочки. В нашем случае используется обычный турецкий батон весом 200 грамм. Батон разломали, идем дальше, разбиваем 3 яйца. Далее добавляем 50 грамм молока или 2-3 столовые ложки сметаны. Выбор зависит от того, что есть в холодильнике. Немного подсаливаем. Добавляем перец по вкусу. Красный сладкий перец и красный острый. Мы будем делать поострее. Далее добавляем немного кетчупа и перемешиваем. Переходим к более тщательному перемешиванию, стараясь размять хлеб до более однородного состояния. Такая пицца получила широкую популярность в Турции и местные жители очень часто ее готовят. Приготовив эту пиццу раз, мы тоже начали ее готовить на более регулярной основе, так как пицца получается вкусной, а хлопот при ее приготовлении очень мало. Итак, мы размяли хлеб до вот такой вот консистенции. Этого да будет достаточно. Кстати, хотите увидеть вид из окна турецкой квартиры? Полюбуйтесь! Я думаю, вы будете удивлены. Это вид из окна кухни. Планировка некоторых турецких домов такова, что некоторые окна выходят не в самые живописные места города. Ну и мы продолжаем. Наше так называемое тесто готово. Теперь нам нужно подготовить сковороду. Для этого вырежем из бумаги для выпечки круг по форме дна сковороды. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, то этого делать не нужно. Также вместо бумаги дно сковороды можно смазать маслом, но мы используем бумагу для того, чтобы в дальнейшем было удобнее переворачивать пиццу. Застилаем дно сковороды и выкладываем наше тесто для пиццы. И потихоньку разминаем тесто. Распределяем его по всей площади сковороды. Вот так простыми и незамысловатыми движениями мы распределили хлеб по дну сковороды. Теперь ставим сковороду на газ. Газ делаем чуть более минимального. И накрываем крышкой на 15 минут. За 15 минут раза 3 стираем конденсат с крышки. Оливки, сыр, колбасу мы уже нарезали заранее, так что нам осталось нарезать немного лука. И помидорку. Готово! Ждем, когда обжарится пицца. И не забываем вытирать конденсат с крышки. Итак, 15 минут прошло, пора перевернуть нашу пиццу. Проверяем края, так как они могут немного присохнуть. Накрываем тарелочкой и переворачиваем. Из-за того, что мы применяли бумагу для выпечки, у нас ничего не подгорело. Все прекрасно. Далее берем пиццу и переворачиваем на сковороду. Поливаем пиццу кетчупом. Те, кому нравится сочная пицца, добавляют кетчупа побольше. Те, кому нравится менее сочная, поменьше. Распределяем кетчуп по будущей пицце. Для того, чтобы сделать это неспешно, можно выключить газ. Немного бросим тертого сыра. В Турции принято пиццу посыпать два раза. И выкладываем колбасу. Далее помидорчики. Посыпаем лучком по вкусу. И если есть, посыпаем пиццу оливками. Можно этого и не делать. Местные чаще добавляют сладкий перец. И посыпаем получше сыром. Выглядит уже аппетитно. Далее зажигаем газ, такой же, как и разжигали ранее. Накрываем крышкой и оставляем на 12 минут. Готово. Выключаем. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Отделяем края и снимаем. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Как можно увидеть, пицца готова полностью. По данному рецепту, пицца получается очень вкусной. Будьте уверены, приготовив такую пиццу раз, вы не сможете упустить возможности приготовить ее снова. Ведь такая пицца сочетает в себе все самые лучшие качества из всех возможных рецептов. Быстрота, простота и превосходный вкус. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать короткий комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok